И в целом, и отдельно каждый человек должен быть счастлив постоянно. Потому что счастье – это категория все-таки временная. Вернее, ну, это настолько философская категория. То есть вот, если ты какое-то мгновение счастлив, вот ты на пьедестал заходишь, первое место там соревнования, ты счастлив в этот момент. Но уже в следующий момент тебе хочется этого, продолжения этого. А с другой стороны еще бывает счастье такое, когда говорят, ты счастлив, и задумаешься. Так, значит, машина у меня есть. Квартира есть? Я вроде здоров. Завтрак врачу не надо. Так, семья не болеет. И вот эта категория, знаешь, уже более такая растянутая, что вроде мгновенного нет вот этого, как на пьедестале стоишь, адреналина. Но по совокупности ты думаешь, а что мне еще? Я счастлив. У меня есть работа, у меня это есть. С другой стороны, ты об этом подумал, и в это время у тебя зачесалась там правая лопатка, и ты не можешь достать. Ты уже несчастлив. Поэтому вообще Господь так устроил на человека, наверное, правильно сделал, что так устроил, что человек все время должен стремиться к счастью. Вот для меня, например, если для меня, для меня я умею радоваться. Вот это мой позитивный момент. То есть я умею радоваться, я вот вместе с детьми, когда начинаешь объяснять, почему там падают листья. Я проживаю глазами своих детей вот уже третью жизнь. Я вместе с ними радуюсь пустякам. Вот дети, они пустякам радуются. Ты ему пальчик покажи маленький, он будет ржать над этим долго. И вот в этот момент он счастлив, понимаешь? И в этот момент я счастлив его счастьем, отраженным счастьем. Вот видите, уже сколько? Я уже третье счастье говорю. Кстати, вот слово «радость», «счастье» это как бы примерно близкие по понятиям слова. Интересно, что вот в древнеегипетской такой религиозной составляющей, когда у них такая история, когда человек умирал, древние египтяне верили в то, что его душа, возносясь к богам, и там тоже рая у них, и вот чтобы попасть в рай, ему боги-боги задавали только два вопроса. Первый вопрос такой. Нашел ли ты радость в жизни? Второй вопрос такой. Доставил ли радость кому-то? Все. Так вот, еще одно счастье это когда доставляешь кому-то радость. Вот я об этом мечтал в свое время, когда был значительно моложе. И ночами мне снилось, что я вот выхожу на сцену, передо мной огромное количество людей, и я, отражая в своих глазах, доставляю им радость какими-то своими песнями. И они все поют мои песни. Я так об этом мечтал сильно. И так хотел этого счастья, этой радости, что реальность прогнулась. Я изменил реальность. Так и получилось. И когда я в очередной раз выхожу на сцену, отражаясь в глазах, буквально позавчера у меня был концерт до около 30 тысяч человек. И когда они хором поют, вот я эту песню «Вперед, Россия», если кто-то не посмотрел, посмотрите. Вот сразу, с первого уже предъявления, уже припев, вся эта масса людей пела со мной. Поэтому, вот что такое счастье? Вот счастье это такой все-таки дискретный, знаете, как природа света, она двойная, значит, она, значит, это как бы как частица и как волна. Вот счастье тоже дискретное. Но как она и по длине можно его, значит, и по количеству счастливых моментов. Вот эта вот совокупность является счастьем. Субтитры создавал DimaTorzok